И всем приветствую! Сегодня я решил записать обзор всех деблогов, которые вышли у нас по игре WarTales. Демка у нас была где-то полгода назад, ее прохождение можно посмотреть по ссылочке в описании, самый первый будет. И игра обещает быть интересной, похожей на Бородков, то есть здесь у нас такая же концепция как Бородках. Мы возглавляем старовательствующую группу искателей приключений, которые не привязаны к какому-то конкретному месту, просто ходим по карте и делаем что хотим, без основного сюжета, нужно отряд содержать, то есть там платить им, кормить их, нужны расходники на ремонт брони, на медицину и все такое. В общем, типах Бородков, но боевка здесь совсем другая. И все, поехали, смотрим. Первый у нас деблог был, это о истории мира, лор игры, короче говоря. Тут рассказывается о вселенной в целом, о Эдоранской империи, чуме, но наиболее интересное, я тут отмечу, сказано о чуме, что она распространяется через крыс, может превращать людей в чумных, и после заражения человек может есть только мясо, которое очень дорого в мире игры, если он этого не сделает, превращается в какого-нибудь дикого зверя. Лекарство существует, но оно очень дорого и доступно только на черном рынке. Также можно будет узнавать какую-то историю древних, исследуя какие-то гробницы, в общем, что-то такое. И теперь переходим к более интересному деблогу второму, это у нас рассказано про бой, про бой в игре. А разработчики отмечают, что в игре важно не просто побеждать битву, а делать это с минимальным количеством ранений и пореждения брони, иначе прогресс развития нашего отряда слишком будет медленным, или вообще даже битва может получиться экономически невыгодной, даже при победе без каких-то там потерь, как я понял. В боях будут разные цели присутствовать, не просто убить всех, например, а еще и достигнуть какой-то точки за определенное время, обороняться сколько-то там ходов, сопровождать NPC, сжигать гнезда крыс, сражаться на арене, нападать на караван, убивать чемпионов. Шансов попадания не будет, и как-то, на мой взгляд, больше боевка уж тогда похоже, если так сравнивать с последнего, и с королем Артура сходство имеет, чем с братками, потому что тут как бы уже все просчитывается наверняка практически. Вот так вот, поле боя у нас будет практически все время процентурно генерироваться, и соответствовать, так сказать, месту на карте мира, то есть там лес, болото, горы, снег, что на карте мира, то и в бою будет. Так что в этом вот есть опять-таки сходство с братками, как и по поводу оружия. Оружие у нас будет мечи, топоры, булавы, как одноручные, так и двуручные, луки, кинжалы, щиты, сети, факелы, бомбы. Все оружие будет иметь свой уникальный навык. В игре будут такие артефакты, ой, артефакты, эффекты, как яд, горение, кровотечение, можно будет приручать животных. Ну, в общем, боевка обещает быть интересной, судя по всему. Такие красивые тут картиночки боевые. Так, и переходим к следующему пункту. Следующий пункт это у нас враги. И рассматривается сразу такая ситуация здесь. К примеру, бандиты напали на караваны, у нас есть выбор. Мы можем защитить торговцев за немного золотишкое признание, или же объединиться с бандитами и потереть добычу. Но почему-то нету третьего варианта, это всех перебить и все себе забрать. Ну, ладно, надеюсь, что так можно будет сделать. Можно попытаться поддерживать порядок, выслеживая дезертиров вместе со стражниками. При этом нужно следить за тем, чтобы у нас не было краденого, иначе стражники могут выступить против нас, отправить нас в тюрьму. Враги будут зависеть от регионов. К примеру, в руинах мы можем посвечать культистов, крыс, а в лесу всяких диких животных, ну и тому подобное. В целом игра обещает быть реалистичной, но будут некоторые фантастические элементы. Некоторые животные будут увеличенных размеров, к примеру, в болоте можно встречать гигантских комаров, а из-под земли могут выбраться гигантские крысы. Также нам предстоит выследить легендарную группу призраков или раскрыть секреты других таинственных сущностей. И вот на этой вот заставочке сейчас мы одну из них типа видим, не сказано, что к ней лучше не подходить, что это такое. Так, далее. Тут у нас еще картиночки. Крыса бежит куда-то там, красивая аренка и все такое. Так, переходим к следующему элементу, 4-й Д-блок. Это у нас было про работу и профессии. Некоторые профессии связаны с уникальными мини-играми, со своими правилами и задачами. К примеру, добыча полезных ископаемых в шахтах. Чтобы собрать качественную руду, нужно нанести удар в нужный момент. Существуют различные типы руды, их добыча будет зависеть от уровня мастерства в добыче полезных ископаемых. То же самое касается и про драгоценные камни, и только про руды. Эта профессия тесно связана с профессией кузнеца. Собранные руды можно использовать для изготовления оружия и доспехов, также усиления брони, способные обеспечить небольшие бонусы по нашему выбору. То есть там еще какой-то... И выбор не просто улучшил, и все, а там выбираешь... Да, там что-то, по-моему, в демке еще такое было. Я уже... Прошло полгода, я уже подробностей не помню. Так, повар сможет, к примеру, готовить вкусные блюда с различными бонусами, начиная от снижения усталости в течение дня и заканчивая временным увеличением урона. Ингредиенты можно пополнить, к примеру, занимаясь рыбалкой. А рыба эта у нас идет не только на блюда, но также там добывается и рыбий жир, который используется в алхимии. И будет также у нас мастер по ремонту, вор и какие-то еще там нераскрытые профессии. Так, и тут еще как-то отмечено, что различные уровни мастерства, профессии будут давать не только преимущества внутри самой профессии, но и открывать новые возможности в обогащении в сочетании с другими областями игры. К примеру, совершенствовать рыбные ловли мы можем ловить рыбу в открытом море. Что-то такое. Также профессии дают бонус характеристикам наших братков, в зависимости от их уровня владения профессией. И тут надо будет, то есть в зависимости от развития выбранного нашего братка, там еще и профессии определенные выбирать, чтобы они как будто синергировали между собой, что ли. Так, следующий пункт. Вот у нас взлом замков показан. Сейчас, что-то тут, вот добыча руды, вот здесь надо нажимать, да, что-то сейчас, говорю, в определенный момент, чтобы добыть рар какой-то. Так, следующий у нас пункт идет пятый, это контракты и задания. Так, существуют различные типы контрактов, соответственно, к примеру, выследить конкурирующую банду, которая вызывает хаос в районе, разграбить богатство бандитского убежища, напасть на караван, перевозящий контрабандный алкоголь. Причем мы сможем оставить спиртное себе типа и сказать, что его на месте не было. Сопроводить караван иностранных торговцев, устранить могущественно и опасного человечешку, торговать с деревней другого региона и многое другое, включая всякие контракты, которые характерны только для каждого региона. Также о лучшей цене контрактов можно будет попробовать договориться, но это опять-таки привет, братки, так сказать. Контрактов будет у нас два типа, это процедурно-сгенерированные и повествовательные. Вторые уникальные в каждом регионе отражают географические, социальные и геополитические проблемы региона. Например, в одном из начальных регионов военные беженцы вторглись в регион. Вы можете помочь им обосноваться или наоборот выгнать их, что-то такое. Ваш выбор отражает непосредственное влияние на регион. Больше не будем сталкиваться, например, с беженцами на дорогах. Букомистр не будет прежним персонажем, некоторые продукты исчезнут с прилавков и так далее. И еще пример приведен, это участие в разрушении стратегического моста, выполняя определенную деятельность по добыче полезных ископаемых. В общем, как-то вот такие квесты, которые будут влиять на окружение. Это, возможно, тоже будет довольно интересно. Торговые всякие элементы, создавать дефицит, чтобы потом его продавать. Такие контракты требуют больше времени для решения, вот эти вот повествовательные. Они с большим количеством шагов и поворотов, чем те, которые сгенерированы процедурно. Так, что тут у нас есть? Еще какая-то заставочка. Так, следующий пункт у нас шестой. И здесь у нас... Речь идет о кастомизации. У каждого класса будет дерево специализаций, которое каким-то образом можно будет еще и расширить. Навыки будут как активными, так и пассивными. Персонажи могут экипировать оружие как правую, так и в левую руку. Также там для экипировки у нас что еще есть? Это доспехи, аксессуары. Разные типы предметов имеются, которые приносят активные или пассивные боевые навыки, когда мы их надеваем. Из косметических настроек будут доступны стрижка борода, татуировки, боевой раскрас, прозвище. Во время отдыха наш отряд будет разбивать лагерь. Типа такого, видимо. Картиночка у нас демонстрирует. Так. В котором в лагере можно будет размещать разоблаженное лагерное снаряжение. Лагерь может давать как пассивные бонусы, к примеру, производство ресурсов во время отдыха, так и активные, например, крафт. Некоторые будут требовать компаньонов, к примеру, для сочинения песен и изменения музыкальной темы лагеря. Че-то такое. Расположение объектов в лагере также имеет важное значение. К примеру, друзья, расположенные близко друг к другу, будут более счастливы, пчелы будут жалить ближайших людей, а врач ближайших будет исцелять. Кроме того, каждый элемент лагеря может быть еще и модернизирован. В то время как охрана будет выслеживать нас за проступки, крупные преступные организации попытаются нас завербовать. Мы также будем открывать для себя новые навыки в бандитизме, в воровстве, получим миссии по убийству, проникнем в подбрюшки некоторых городов и откроем некоторые секреты, которые лучше было бы хранить в тайне. Можно стать экспертом в расшифровке стел, расшифровке мировых кодексов, освоить новые навыки по очистке от чумных крыс, доступ получить к новым рецептам алхимии, открытые стены, врата, канопы какие-то. В общем, много непонятного, но что-то такое здесь сказано. Ладно, следующий пункт это у нас идет, что тут у нас, седьмой, седьмой это компендиум. Сколько там много здесь каких-то палаток, проапгрейдженные разных тиров. Компендиум. Итак, все, что мы в игре изучаем, у нас будет храниться вот в этом вот компендиуме. Таким образом, в категории кузица мы сможем увидеть все проекты, которые изучили, и те, которые еще предстоит изучить. В категории открытия найдем небольшие преимущества, такие как постоянные бонусы к счастью или темные знания. Например, кулинарное искусство каннибализма. Что очень даже, наверное, интересно. Каннибализм это весело. В игре есть несколько способов разблокировать новые знания. Потратив очки знаний, получив предмет, содержащий соответствующий рецепт, и выполнив определенные миссии в мире, и тому подобные еще там какие-то способы. Знания это сумма всех знаний, которые группа приобретает во время путешествий. Очки знаний идут на изучение новых рецептов или разблокировку новой игровой механики. И есть много способов их получить. Первое, это у нас исследования, исследуя новые места, общаясь с новыми людьми, открывая новые ритуалы и культуры. И во-вторых, у нас будет возможность прочитать определенные книги, такие как военные хроники, научные трактаты, учебные пособия и другие исторические, художественные или образовательные. Проектирование недавно обнаруженных объектов, расшифровка мировых стел, изучение рисунков на могилах, посещение библиотек или учеба в лагере. И все это генерирует знания, за которые мы что-то тут приобретаем, исследования в компендиуме, новые рецепты и так далее. Так, переходим к следующему пункту, к восьмому, это у нас о мире в целом. Мир будет разделен на регионы и, соответственно, в раннем доступе их будет меньше, чем запланировано, но они должны существенно отличаться друг от друга. Всего планируется 20-30 регионов, каждый со своим сценарием, правилами игры, уникальными миссиями, местными особенностями, геологией и там, всякие, еще такое. Будут реализованы способы быстрого перемещения по карте. К примеру, от деревни до деревни можно будет проехать на карете за определенную плату. Также сокращать свой путь можно будет, найдя какой-то проход, пещеру в горе. Кроме того, будет система скалолазания, можно будет прикрепить веревки на вершину гор для спуска. И таким образом даже можно будет находить какие-то скрытые места. Также, что касается скрытых мест, они будут разных типов, в некоторые можно попасть просто изучив какие-то определенные механики, а в какие-то, например, нужно внимательно просто присмотреться и покрутить камеру там и так далее, и можно будет что-то обнаружить. Вот так. Следующий пункт у нас это арт. Ну, тут его проще просто посмотреть, там, тут описывать, там, чем вдохновлялись. Не вижу особого смысла, кому интересно. Это можно просто так и читать. Вот 9 начинается. Арт в игре. Тут оружие. И просто какие-то картиночки. Так. И дальше у нас. Десятый. Будущие игры. Ну, тут в целом сказано, что с момента демки добавили много контента, о котором говорилось вот в предыдущих дневниках, которые мы только что разобрали. Это у нас в целом там что? Гробницы древних, арены, наши секреты, юниты новые, животные, навыки, таланты, профессии, предметы, включая легендарные предметы и так далее. В общем, контента достаточно, говорится, что на несколько десятков часов. Ну, вот как-то так. Такое обобщение. Обобщение. Так. Далее у нас идет какой там пункт уже у нас? Одиннадцатый. Вопросы сообщества. Ну, и я в целом, что самое интересное, я сейчас тут отмечу, что на данный момент реализовано 9 профессий в игре. Планируется добавить еще ограничений. По типу, как в демке было на 7 сражений, здесь не будет в раннем доступе. Играть сколько хочешь, как хочешь. Огнестрельного оружия в игре не будет, но можно будет изготавливать какие-то взрывчатые вещества. Русский язык будет, видимо, я так понимаю, что сразу... Ой, блин, телефон звонил, ладно, ты чего уже. Я уже почти закончил записывать ролик. Огнестрельного оружия. Так, это вот, значит, я сказал. Так, что дальше у нас идет? Русский, русский будет, да. В игре не будет магии в виде всяких заклинаний, но будут фантастические элементы в виде каких-то существ. В плане торговли в регионах, где есть недостаток какого-то товара, можно будет его продавать существенно дороже. То есть на торговле можно будет наживаться, как я понимаю. Мир будет примерно в 10 раз больше, чем в демо-версии. Полный релиз запланирован на конец 22-го года только. В игре будет черный рынок, и чтобы представитель их с нами связался, придется совершить какую-нибудь мелкую кражу. В мире доминирует одна религия, но где-то есть и сектанты. То есть что-то типа культистов из Бородков, возможно. Мы сможем выбрать капитана среди своих товарищей, а также несколько лейтенантов. И эти звания еще будут давать уникальные навыки и бонусы. Также запланированы достижения, которые будут давать игровые бонусы. К примеру, убейте там 8 волков в одном бою. Мы получим награду убийцы волков, которая даст нам плюс одну очку атрибутов. Но это, я так, не знаю, вроде как сразу не будет реализовано, а постепенно введут это все в процессе раннего доступа. Это точно пока я не знаю. Ну вот в целом как-то так. Все, рассмотрели все-все, все-все-все, что произошло за это время сделки. И 1-го числа уже посмотрим это все в действии. Так что всем спасибо, всем удачи. Подписывайтесь, вступайте в группы. Оставляйте комментарии, что вы там думаете по поводу этой игры. Сможет ли она конкурировать с братками или может быть даже превзойти их в будущем. Кто знает. Все. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok